Всем привет! Это Welcome to Jamrock и Куркума. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом и Рождеством. И с радостью представляю вам наш праздничный выпуск. Какие рождественские традиции есть на Ямайке? Принято ли там ставить елки и украшать дома? И что подают к ямайскому праздничному столу? А также, чем запомнился ушедший год в музыкальном плане? И чем значима для мирового данс-холл-сообщества дата 7 января? Ответим на все вопросы. Как и все католические страны, Ямайка отмечает Рождество с 24 на 25 декабря. Есть на острове и свои рождественские традиции. И многие из них схожи с нашими. Например, рождественские украшения. Улицы, дома и даже такси на Ямайке украшают гирляндами. Чем ближе праздничная дата, тем больше преображаются города. Популярные классические рождественские ели. Большинство ямайцев, конечно, ограничиваются искусственными и пластиковыми деревьями. Но некоторые выбирают и живые ели и сосны. Местные новогодние деревья выращиваются на специальных фермах Blue Mountain. Иногда приходские советы организуют мероприятия по освещению рождественских елок. Эта традиция предполагает официальное включение гигантских деревьев на городских площадях. Часто эта ямайская раз-два-три елочка-гори история сопровождается фейерверками, пением рождественских песен и праздничными посланиями от представителей местных органов власти. Еще одна ямайская рождественская традиция — гранд-маркет. Умные ямайцы. Если уж приходится мотаться по магазинам в канун Рождества, то почему бы не делать это весело, подумали жители острова. И даже покупку продуктов превратили в отдельное праздничное мероприятие. В канун Рождества многолюдные улицы перекрываются для движения автотранспорта, но открываются для веселья и танцев. Продавцы предлагают свои товары, празднично одетые покупатели выбирают их, наслаждаясь музыкой и пританцовывая. Отовсюду раздаются умопомрачительные запахи уличной еды. Именно в такой атмосфере и проходят на Ямайке праздничные покупки. Зачастую гранд-маркет длится всю ночь. Подарки дарят обычно на следующий день после Рождества. Он называется «Боксинг Дэй» по ассоциации с продарочной коробкой. Этот день также связан с древной английской традицией. Согласно ей, слуги, работающие в доме своих хозяев в течение всего Рождества, могли отправиться к своим семьям на следующий день. Хозяйка дома давала каждому слуге коробку с остатками рождественского ужина и ненужными семье предметами одежды. Поэтому рабочие всегда с нетерпением ждали дня подарков, когда они смогут забрать домой эту праздничную коробку. Сегодня многие используют день подарков для посещения дальних родственников и друзей. Рождество обычно отмечают с самыми близкими, с родными. А вот после можно и с друзьями увидеться, и подарки всем вручить. В боксинг-дэе и в Новый год обычно проводится фестиваль Джон Кану. Пожалуй, самая древняя из ямайских рождественских традиций. Джон Кану зародился еще в период рабства в 17 веке, когда остров был колонией Англии. Тогда в канун Рождества прекращались работы на всех плантациях, и там устраивались танцы на всю ночь. Они исполнялись в маскарадных костюмах под барабанную дробь. Также рабы разыгрывали британские народные пьесы. Этот сплав африканских народных танцев и английского театра и получил впоследствии название Джон Кану. В колониальные времена группа исполнителей Джон Кану переезжали из дома в дом и получали за свои выступления еду, напитки или монеты от богачей. Они играли на барабанах, погремушках, флейтах и даже бутылках и терках. В традиционном Джон Кану есть определенные костюмированные персонажи. Каждый танцует свой танец и выполняет свою определенную функцию во время фестиваля. Питчи-патчи, фигура в костюме из рваных разноцветных кусков ткани, следит за порядком в толпе, щелкая кнутом для скота. Познакомиться со всеми персонажами Джон Кану и узнать чуть больше об этой яркой танцевальной традиции можно в нашей рубрике «Факты». А теперь к самым вкусным традициям. В каждом доме семья собирается вместе на рождественский ужин. Праздничные столы ломятся от блюд из курицы и рыбы, свежих салатов, риса и гороха. Подают козлятину с карри, ростбик, тушеное мясо и традиционное ямайское блюдо – свинину, медовой глазури с ананасами. Самая главная праздничная традиция, связанная с едой – это приготовление рождественского фруктового торта и напитка из сорела. Это обязательные элементы ямайского Рождества. И сегодня мы расскажем, как приготовить их здесь, в России. В гостях у Велком Туджемраксу шефа логотского реста бара Шебби, мой хороший друг Артем Морозов. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы приготовить фруктовый рождественский ямайский пирог и традиционный напиток из сорела. Постараемся сделать все максимально аутентично, приближенно к оригинальному рецепту. Поехали! Что нам нужно сделать сначала? Сначала мы должны приготовить основу фруктовую – чернослив, изюм, вишня, фрукты в сахаре или цукаты. Все это дело мы будем блендерить, но чернослив мы будем резать вручную. Нам важно почувствовать структуру самого чернослива. Сложного ничего нет, нам нужно произвольно, мелко порубить чернослив. Вообще нужно отметить, что принято заготавливать эту смесь из фруктов заранее, чтобы они успели впитать в себя алкоголь, с которым мы, собственно, сейчас и будем блендерить. Все верно? Все верно, но поскольку мы находимся на территории Российской Федерации, а не Ямайки, здесь большинство продуктов впитали в себя алкоголь еще на процессе производства, поэтому я думаю, что никаких проблем с алкоголем у нас не будет. Используем вот такой вот блендер для того, чтобы измельчить оставшиеся фрукты. Также будем использовать алкоголь. Один из основных ингредиентов – ямайское вино Red Label. Это известный напиток, появился он еще в 70-х годах. Он достаточно экономичный, сладкий, насыщенный, имеет ярко-красный цвет и прочно ассоциируется с донцпол-культурой. Мы, конечно же, постарались найти какой-то аналог. Мы взяли красное сладкое вино. Пока здесь у нас 100 мл, но вообще рекомендуется добавлять его на вкус. То есть это может быть и большее количество, и чуть меньшее. Наливаем Red Label. Вино настолько популярное, что в этом сезоне оно даже кончилось в ямайских магазинах. В кануне Рождества так все яростно кинулись готовить этот фруктовый пирог. Туда также идет 50 мл фруктового вина. Мы взяли итальянское вишневое вино, выливаем. И, конечно же, белый ром. Куда без него в любом ямайском рецепте. И будем погружать туда ягоды. Добавляем наш нарезанный чернослив туда же. Далее мы добавляем изюм. 400 грамм изюма. Изюм это сушеный виноград. И у нас и на Ямайке. Никаких сюрпризов. Теперь, когда мы все сблондерили, мы дадим этому еще настояться. Пока займемся. Все верно. Все верно. Убираем все это дело. Подальше. На втором этапе нам необходимо смешать сливочное масло с сахарным тростником. Масло у нас из Вологды. Вологодское. Всем известно, что супер качественное и вкусное. Думаю, оно тоже добавит своих ноток. Масло. Всыпаем сахар. Практически один к одному. Масло с сахаром. Все, наш крем готов. Он достиг однородной консистенции. Следующий этап это приготовление взбитых яиц с цедрой лимона. Профессионально разбил яйца одно в другое. Берем терку и лимон и натираем цедру прямо в яйца. По своему опыту скажу, когда я сталкивался с тем, как кушают ямайцы, первое, что я отметил для себя, это слово много. Когда мне приходилось кормить ямайца, там была такая порция, которой можно накормить строительную бригаду на самом деле. Мы закончили взбивать яйца и нам нужно их будет добавить в наш крем. Яйца с цедрой у нас смешались со сливочным маслом. Получился такой пышный крем. Следующий этап это добавление нашего фруктового микса в этот крем. Я, опять же, как хороший ассистент, помогаю Артему и берусь это все смешивать круговыми движениями и внутрь. А я в это время просею муку. Два стакана муки и чайную ложку мускатного ореха и смеси перцев. Все это дело просеиваем. Сейчас нам понадобится добавить браунинг соус в смесь крема и фруктов. Я заготовила его заранее. Вообще у ямайцев у каждого дома есть уже готовый браунинг соус. Он используется для кулинарии. Он оставляет собой просто сахарный сироп из тростникового сахара. И такой вот темный насыщенный цвет получается как раз за счет того, что сахар у нас тростниковый. Все вместе соединим. Если нам тоже будет недостаточно черный, то мы должны добавить еще соуса. Видимо, мы... Мы будем добавлять еще соуса определенного. По ямайски уже прямо из бутылки. Вер, не стесняйся. Как уже говорил Артем, да, в ямайской кухне всего должно быть много. Видимо, кармели нам здесь тоже понадобится много. Нам остается добавить муку. Добавляем разрыхлитель. И добавляем ванилин. Все это перемешаем. Муку мы будем добавлять в несколько этапов. Потому что мы будем смешивать вручную, чтобы у нас тесто не закомковалось. Мы добавим треть и начнем перемешивать. Ну, ты можешь мне высыпать оставшуюся муку. Два этапа. Дело всегда найдется помощнику. И хорошенько перемешиваем. Да, и добавляем третью часть. Добавляем всю муку уже. Финально. И так, пока Артем продолжает все это тщательно перемешивать, я подготовлю противень, которым мы будем запекать наш торт. Сейчас я помогаю Артему выкладывать тесто. Оно такое тяжелое. Наш тортик получился красивый. Мне он уже очень нравится. Я прям влюблена. Теперь нам необходимо отправить наш торт на полтора часа в духовку. При температуре 180 градусов мы добавим туда водяную баню. Ну что, а пока наш торт находится в печке, мы приготовим традиционный ямайский напиток из сорола. Сорол – это растение, розель гибискус, или по-простому, по-нашему, каркаде. Ямайки это растение называют соролом и делают из него традиционный рождественский напиток. Артем промывает наш сорол, будем его называть сегодня так. Все-таки у нас ямайская кухня в эфире. Его мы подготовили, теперь нам нужно подготовить имбирь. Имбиря у нас достаточно много. Используем крупную терку. Воду нам нужно довести до кипения. И добавить туда имбирь. Также туда отправляется палочка корицы. И смесь буржитого венка. Отлично вот в гости. Все это туда отправляем. И варим 5 минут. Идет, идет, да. Аромат от имбиря очень пряный. Наш имбирь варится уже 5 минут. Теперь нам нужно добавить туда сорол и варить еще 3 минуты. Мы будем варить это 3 минуты. И дадим немножко настояться. В оригинальном рецепте настаивать эту смесь воды, сорола и пряностей нужно 2 дня. Ну что, 3 минуты наш напиток кипит. Сейчас нам нужно его процедить. Нам нужно избавиться от всего мусора, от всего этого имбиря. И, собственно, от листьев сорола. И получить чистую красную водичку. Отвар. Ну что, теперь дело за малым. Добавляем сахар. Добавляем вино. Опять же, Red Label. Ямайское вино. Оно идет и в сорол, и в пирог. Три, получается, поварешечки. По 70 грамм. Нормально тут вина, да. И буквально крышечку белого роба. Крышечку. Ну что, наш напиток остыл. Сейчас мы добавим пару кубиков льда. Подается напиток из сорола холодным. Он должен быть до охлажденного обязательно. Ну что ж, буду пробовать. Ждем с того позволения первый. Вау. На самом деле, очень интересный вкус. Он и очень имбирный. Артем, попробуй скорее. Очень прям чувствуются специи. Но при этом освежающий и прохлаждающий напиток. Ну что, полтора часа прошло. Наш рождественский пирог готов. Стал у нас таким темноватым. Сейчас остается его сверху сбрызнуть немножко. Подпропитать. Да, сбрызгиваем мы его смесью алкоголя. Опять же, фруктовое вино и вино Red Label. И глоточек сорола для успеха. Придется пешком домой идти. Теперь нам нужно снять форму. Ну и, конечно, попробовать. Наш пирог испугожден. Мы удаляем нашу бумагу. Видно, что он полностью пропекся. За счет сахара приобрел вот этот вот цвет. Такой темный. И остается его только нарезать и попробовать. Торт сейчас у нас находится в таком состоянии. Ну, он только приготовлен. Поэтому пока он горячий, не полностью структурированный. Ему нужно дать немножко остыть, полежать. И только тогда он приобретет свою вот эту вот настоящую, такую плотную форму. Тёма, это просто офигенно. Я даже не знаю, как передать. Это реально очень вкусный торт. Итак, наш рождественский фруктовый торт и рождественский традиционный напиток из Сорола готовы. Спасибо за это огромное, Артему. Что скажешь? В северных краях на Рождество приготовить ямайский пирог, приготовить традиционный ямайский напиток. Это очень круто. Я был рад принять в этом участие. И от себя ещё хотелось бы, конечно, пожелать вам настоящего крепкого ямайского здоровья. Ну и не унывать. С наступившим. Хотя Рождество на Ямайке отмечают в декабре, 7 января там тоже весьма значимая дата. День рождения Вайпса-картеля. Короля Дэнс Холл и всемирно известного реги-исполнителя, отбывающего пожизненное заключение за убийство. Сегодня ему исполнилось 46 лет. В честь этого события я решила порадовать русскоязычных фанатов артиста и рассказать немного интересных фактов об этой выдающейся личности. Настоящее имя артиста – Адиджо Палбер. Он родился в Кингстоне 7 января 1976 года. Учился в средней школе Кэллабар, откуда был отчислен в возрасте 16 лет. Затем посещал техническое училище, где и закончил свое образование, проявив особое отличие в математике, географии, литературе и английском языке. Адиджо начал писать песни еще в возрасте 11 лет, а к 17 уже выпустил свой первый трек – Love Fat Woman. На тот момент артист выступал под псевдонимом Ади Бантон в честь Буджу Бантона. После он записал еще много сольных треков, прежде чем в 1996 году вместе с двумя друзьями сформировал группу Vibes Cartel. На это название певца вдохновила история Пабло Эскобара и его наркокартеля. После распада группы артист взял название в качестве собственного псевдонима, поменяв букву «С» на «Кейф». К тому времени Палмер работал под эгидой Баунти Кила, который заметил артиста во время выступления в родном для него Портмаре. Согласно слухам, для Баунти Картель написал около 30 песен. В 2002 году Vibes был признан лучшим дансхол исполнителем года. К 2003 году он занимал видное положение в чартах на Ямайке. Кульминацией его выступлений в том году стал сценический поединок с нинджаманом на ежегодном танцевальном фестивале Sting. Столкновение обернулось насилием. Люди из команды картеля во главе с самим Vibes поколотили нинджу прямо на сцене. Менеджер Палмера утверждал, что инициатором конфликта был нинджаман. Однако картель почти сразу извинился. А спустя 4 дня артисты уже вместе выступали перед прессой и заявили о прекращении вражды. Через некоторое время Vibes Cartel вместе с Эйнзли Моррисом, продюсером, известным под псевдонимом Not Nice, создал собственный лейбл. Он получил название Adigeum Not Nice Records. В 2010-м под эгидой этого лейбла вышел альбом картеля Pondi Gaza 2.0. Успеха на международном уровне Vibes добился в 2009 году. Его трек Ramping Shop, записанный вместе с ямайской певицей Spice, пробился в хит-парад Billboard Top 100. А песня Dollar Sign долгое время постоянно крутилась в эфирах сразу нескольких популярных американских станций. В 2010-м Vibes Cartel выпустил сингл Clarks, ставший одним из самых успешных его произведений международного уровня. Этому треку довелось попасть в тройку лучших синглов в стиле регги и продержаться в радиоэфире североамериканских станций в общей сложности 40 недель. В наши дни слова Гули и Газа известны, наверное, каждому, кто ориентируется в теме датс-холл. Газа Мизе или Гули Мизе хоть раз да прозвучит практически в каждом датс-холл-миксе. Если вы приедете на Ямайку, то не сможете не заметить многочисленные надписи Газа и Гули на улицах. И наверняка вы слышали о случаях насилия, которые происходили на острове из-за вражды между этими группировками. Но далеко не все знают, как началась эта вражда. Рассказываю. Когда картель был правой рукой баунти, Мавада еще только набирал популярность. Единственной враждой на Ямайской сцене тогда было противостояние между Бениманом и Баунти. Картель при этом официально был на стороне Баунти Кила, так как состоял в его альянсе, но начинал все больше и больше общаться с Бениманом. Примерно в то время, когда Дэнджел оставила Баунти и ушла к Бениману, картель уже называл его Five Star General. Такой респект, разумеется, был совершенным предательством в глазах Баунти, и он исключил Вайпса из альянса. Картель тогда спокойненько продолжил выпускать и записывать треки всем своим поведением, показывая, что ему не нужны ни Баунти Кила, ни его деньги. А правой рукой Баунти в это время стал никто иной, как восходящая звезда Мавада. В 2006-м картель основывает свою империю, более известную как Газа. В нее входят молодые танцоры и музыканты из Портмара. Для своей империи Палмер приобретает и собственную студию, а DJM Records. В своем творчестве Газа часто допускают выпады в адрес альянса и конкретно в адрес Мавада. Он также организовывает свою группировку в Гулисайт. В полицию начинают поступать сообщения о вспышках насилия между ямайцами, поддерживающими картеля и теми жителями острова, кто находится на стороне Мавада. К тому же артисты выросли в разных районах. Картель в Портмаре, а Мавада в Касава-Пис. Это тоже становится веской причиной, чтобы начать вражду. В 2009-м оба артиста были вызваны премьер-министром Ямайки Брюсом Голдингом на мирную встречу. Она состоялась 8 декабря в Jamaica House. Исполнители обещали положить конец вражде и запланировали концерт мира в Барбадосе. Однако примирение носило исключительно официальный характер. На деле вражда не прекратилось, и противостояние артистов живо по сей день. Хотя и претерпело значительные изменения. Война, ранее проходившая на улицах Кингстона, со временем превратилась в обоюдные подколы и оскорбления в интернете. Причины такой трансформации вполне понятны. Во-первых, повсеместное развитие социальных сетей. А во-вторых, конечно же, тюремное заключение картеля. 29 сентября 2011 года картель был арестован полицией за хранение марихуаны. Позже его обвинили также и в убийстве бизнесмена Баррингтона Бертона. Во время заключения артиста в 2012 году была опубликована его книга «Голос ямайского гетто», написанная совместно с деловым партнером Майклом Даусоном. В марте того же года картель вышел под залог, но вскоре вернулся в тюрьму в связи со вторым обвинением. Убийством Клаева Лизарда Вильямса, 27-летнего танцора из Сейт Кэттери. Первоначально суд артиста был назначен на 21 января 2013 года, но слушание несколько раз переносили по разным причинам. 24 июля суд признал Вайбса-картеля невиновным в убийстве Бертона, но артист остался под стражей. До суда по второму делу об убийстве Клаева Вильямса. Процесс начался 18 ноября 2013 года и завершился 13 марта 2014. Суд присяжных в составе 11 человек признал картеля виновным. Этот судебный процесс считается самым длинным в истории Ямайки. 3 апреля 2014 года Вайбс-картель был приговорен к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 35 лет. Сам артист свою вину не признает по сей день. Его поддерживают не только фанаты и другие донс-холл-исполнители, но и многие звезды мирового уровня, например, Риана и Баста Раймс. Среди жителей Ямайки распространено мнение, что Вайбса специально упрятали в тюрьму из-за его огромного влияния. Известная фраза «Free World Buzz» родилась именно тогда. Free World Buzz! Free World Buzz! Free World Buzz! Летом 2018-го она вновь стала чрезвычайно актуальна на Ямайке. Адвокаты артиста начали апелляционный процесс. Они утверждали, что основные улики по делу были сфальсифицированы и требовали пересмотра решения суда. Процесс растянулся на несколько лет, что вполне естественно для Ямайки. Окончательное решение суда было вынесено только в апреле 2020 года. Обвинительный приговор был подтвержден. Единственное послабление, которое получил артист – право подать прошение на условно-досрочное не через 35, а через 32 с половиной года. Из срока картеля вышли то время, которое он провел в тюрьме в ожидании суда в 2014 году. Теперь король Данцхола сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в 2046 году. С момента своего заключения в 2011 году Вайпс Картель активно выпускает новую музыку. За это время он подарил миру огромное количество треков, альбомов и коллабораций, включая свой самый успешный альбом – King of the Dancehall. Он достиг второго места в чарте в Billboard Reggae в США. В январе 2020 года Картель выпустил альбом Тутанеша, состоящий из 10 треков. 26 июня того же года вышел 15-й студийный альбом короля Данцхолл – Don'ts and Divas. В нем Вайпс представил коллаборации с множеством артистов. В том же 2020 году он появился и на альбоме Басты Раймса. Хочется ответить также и совместный трек Картеля с Томми Ли – Dark Ages и состоящий из пяти треков альбом Данцхолл Ройалти. Они были выпущены в 2021 году. Картель был женат один раз. С 2006 по 2008 год он состоял в браке со своей давней подругой – Танешей Шотти Джонсон. У пары трое детей. Первый – Адиджа Джохим Палмер, он же Ликл Вайпс. Второй – Акхил Рахайм Палмер, также известный как Ликл Адди. Третий ребенок Шотти и Вайпса – Айка Палмер, он же World Boss младший. Ликл Вайпс и Ликл Адди продолжили дело отца. Они выпускают музыку с 2014 года, как дуэт, известный под названиями «Пиджи-13» и «Сыновья картеля». В 2020 году картель стал дедушкой. Первого внука артисту подарил его, в то время 15-летний сын Ликолади и его совершеннолетняя подружка. Затем в августе 2021-го картель сообщил, что ждет второго внука. На этот раз отличился Ликл Вайпс. На радостях заключенный диджей подарил 18-летнему юноше несколько акров земли и передал контроль над музыкальным лейблом Адиджеем Рекордс. Жена и трое сыновей, даже внуки уже есть. Казалось бы, вполне хватит для счастливой семейной жизни. Но не будем забывать о том, что дело происходит на Ямайке. У Вайпса-картеля есть еще четыре ребенка от других женщин. Дочь Адиана, которой он посвятил одноименный трек. Сейчас девочке 14 лет, и недавно она с отличием сдала экзамен по биологии и математике. Папа написал в Инстаграме, что очень гордится. Еще одна дочка артиста – 10-летняя Амани. Она живет в Канаде вместе со своей матерью. Двое сыновей, диджея Кахим и Шаким, проживают в Штатах. Вайпс-картель известен не только как артист и примерный семьянин, но и как успешный бизнесмен. В 2008 году он запустил линию алкогольных напитков, названную Street Vibes Ram, и линию презервативов Daggerin. Также артист прославился мылом собственной разработки, Cake Soul, предназначенном для отбеливания кожи. В одноименном треке Картель как раз рассказывает о том, что он отмылся при помощи Cake Soul, и подробно описывает свои татуировки, которые стали намного заметнее после отбеливания. Артист также запустил и свою линию одежды, и даже собственное реалити-шоу. Оно транслировалось по каналу МБО, но после ареста Картеля эфиры прекратились. Одно из известных в народе имен диджея – Дитыча. Учитель. Он получил его из-за текстов своих песен, в которых Картель действительно учит ямайцев. Говоря о различных социальных и политических темах, он часто приводит примеры из мировой истории и литературы. Употребляет в текстах песен незнакомые ямайцам названия. Все это заставляет его фанатов гуглить информацию из песен. Таким образом, они узнают много нового и заслуженно называют Картеля Дитыча. Вспомним, например, трек «Кремлин» «Москва у Ридди», вышедший в 17-м году. Большинство ямайцев, если и знали до этого, что Москва – это столица России, то, что такое «Кремлин», им уж точно было неизвестно. А трек «Дитыча» заставил слушателей вбить это слово в поиск и увидеть московский Кремль во всей красе. Если внимательно послушать треки Картеля, можно найти массу таких полезных уроков. Кроме того, артист создал программу грамотности, которая спонсировала лагерь робототехники в Порт-Море – «Поступок самого настоящего Дитыча». Еще подробнее о «Короле Данцхолла» в многочисленных статьях «Welcome to Jamrock». Читайте нас в ВК и Инстаграм, а также на сайте jamrock.ru. И напоследок еще один приятный сюрприз. Подводим «Данцхолл. Итоги года» вместе с нашим музыкальным экспертом. На связи Max Volume Selecta, город Санкт-Петербург. Всем привет, это Max Volume и музыкальные итоги 2021 года. «Данцхолла», как всегда, выходит много. И тем, кто любит это дело так же, как люблю его я, всегда есть что послушать и подошло покачать. 2021 год был очень урожайным на альбомы от топовых танцхольных артистов. Сразу же хочется отметить свежий альбом молодой звезды Джерри Лани. Это его дебютный альбом, и он называется «From Dirt to Bentley», что напоминает наше выражение из грязи князи и символизирует движение от низов к вершинам успеха. Альбом вышел на крупнейшем американском лейбле, специализирующемся на карибской музыке BP Records, и это важный новый шаг в карьере артиста. Еще один дебютный альбом 2021-го, и еще одно любимое всеми нами имя, это, конечно же, «Масика» и альбом 438. Спустя 10 лет успешной наскольной карьеры, «Масика» наконец-то пришел к выпуску своего самого первого альбома. 438, по мнению «Масики», это английское число, которое наполнено позитивным смыслом и символизирует оптимизм и процветание. Следующий альбом, пожалуй, мой любимый из вышедших за 2021-й. Это Томми Ли Спарта с альбомом «Transition». Томми Ли, который буквально вот несколько месяцев назад присел, находясь уже завершёнкой в лучших традициях «Вайпс Картеля», выпускает офигеннейший альбом «Transition». Альбом уже освещался на джем-роке, поэтому я не буду говорить о нем много. Музыкальный папаша Томми Ли, легендарный «Вайпс Картель» в 2021-м, выпустил аж целых два альбома. Первый мини-альбом, который называется «X-Rated», и полностью состоит из женских бэнгеров для фирма «Юлтанцев». А второй, уже полновесный альбом из 12 треков, он называется «Born of E-Dies», то есть рождён для этого. Есть и бадманские расклады, и гейлис-расклады, и что, что хотите. Ещё один красавчик, «Skilly Bang», тоже выпустил два альбома. Первый альбом называется «The Prodigy Ladies on Limitition», и целиком освещен девушкам. Второй альбом называется «Krokodile Teeth», то есть крокодиль из зубы, и содержит 12 треков, в том числе ремикс на мега-хит «Krokodile Teeth» при участии американского дрил-рэпера Бобби Шмёрда. А вообще, несмотря на громкое название «Krokodile Teeth», то есть крокодиль из зубы, в некоторых обзорах этот альбом называют «Без зубов». Тем не менее, «Skilly Bang» всё ещё на хайбе. Это одна из самых ярких фигур текущего момента в истории Носкова. Переходим к следующему альбому, и продолжаем тема Демарко с альбомом «Мелодия». Лично я уже давно являюсь фанатом Демарко, мне очень нравится его флоу, мне очень нравится его голос и работа с автотюном. И, в общем, в новом альбоме всё в лучших традициях. Альбом состоит из 16 треков, всё мелодично, всё красиво, всё наполнено автотюном в стиле Демарко. И, конечно, нельзя не упомянуть новый альбом Коншинса «Red Range». Название альбома отсылает нас к 2011-2012 годам, когда у Коншинса был период любви к красным волосам. Это знаменует возвращение того самого голодного и агрессивного Коншинса. На самом деле, больше никакой концепции в альбоме нет. Есть что-то для девушек, есть что-то для подманов, есть что-то серьёзное лирическое за жизнь. В общем, альбом отличный, Коншинс держит планку качества, и если вы его ещё не слышали, это ещё одна вещь, которую я очень рекомендую к прослушиванию. А в Ашанболе в 2021 году тоже анонсировал два альбома, но выпустил из них только один. Этот альбом называется «Life and Living». Он вышел на лейбле «Doti Rock Productions», то есть Шонс продюсировал сам на своём лейбле. Концепция альбома как раз-таки полностью строится вокруг коллабораций. 16 треков, из них 15 коллабораций, при участии более чем 20 приглашённых артистов. Здесь есть и лидеры New School'а, такие как Masika, Intense. Крутейшие артисты более старшего поколения, которые рулили ещё в нулевые, такие как Mabada, Bizzy Signal. Растаманы в лице легендарного даб-поэта Мута Марука и Джесси Ройл, молодая звезда Нового Рудс Регги, представляющий молодое поколение. Шон Пол этим альбомом производит некое высказывание. Его концепция в том, что он призывает людей к объединению и сотрудничеству, несмотря на разные поколения, несмотря на разные стили. Кстати говоря, альбом зашёл очень удачно. В этом году он номинирован на престижнейшую музыкальную премию Grammy. В этом году в номинации «Лучший регги-альбом» на премии Grammy представлены только два донсхольных альбома. Донсхольные альбомы номинируются в категории «Лучший регги-альбом» наряду с альбомами артистов, которые представляют всякие другие поднаправления регги-музыки. Вторым донсхольным артистом, чей альбом попал в списки номинантов Grammy, является Spice. Её альбом называется Ten и символизирует события прошедшего десятилетия. Как и в случае с Масикой, имея заключение 10 лет успешной нацхольной карьеры, Spice только в 2021-м выпускает свой самый первый дебютный студийный альбом. И тем самым, так же, как и Масика, заменует новую главу в своей карьере. Альбом был поддержан тем самым лейблом Epi Records, который я сегодня уже упоминал. Кроме того, в продюсировании альбома участвовал сам Шаги. Альбом содержит самый главный нонсхольный хит 2021 года, песню Go Down There. Всё это логично привело к тому, что Spice попала в номинанты Grammy. Достанется ли Грэмми Шону Полу или Spice? Или, может быть, Грэмми не достанется никому из асхольщиков? Честно говоря, с учётом того, что Spice в последнее время начала заигрывать с градужной повесточкой, я думаю, это станет для неё дополнительными баллами в борьбе за Грэмми. Но я буду очень приятно удивлён, если победит Шон Полу. И всё-таки, пока ещё мы не знаем, кто победил, продолжаю желать победы Шону. Итак, это были мои музыкальные итоги года. Всем мегапы, хлам, ушки и воздух! Огромное спасибо Максу за такой подробный анализ и за интересный музыкальный прогноз. Будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам, кому достанется Грэмми в этот раз. Парадоксально, но в сегодняшнем выпуске рубрики «Новости и майки» не было ни одной новости. Но зато было немало полезной и интересной информации. Благодарю вас за то, что уделили ей время и обещаю вернуться к новостной повестке в следующем выпуске. Ещё раз поздравляю всех с праздниками. Напоминаю о том, как важны ваши репосты и прощаюсь. До новых встреч!